Всем привет, ребят! Добро пожаловать на прямой эфир. Такой спонтанный я решила сделать эфир, потому что хотела с вами поделиться новостями о той чистке носа, которую я недавно провела. И она была очень классная, очень эффективная. Всем привет, ребят! И сейчас я начала ещё антипаразитарную чистку. И всё покажу и расскажу. Привет, привет! Напишите, пожалуйста, из какого города вы меня смотрите, как у вас дела, как настроение. Сейчас, давненько я уже не выходила сама в эфир. Да, сегодня будет одиночный эфир, потому что Катерина занята своим... В общем, пусть она сама на своей страничке расскажет, чем она занята. Вот, а я сегодня напомню, что расскажу про свою недавнюю чистку соками. Она у меня изменилась, трансформировалась. Она мне очень-очень понравилась. И сейчас подробно расскажу, что зачем я делала. Так, сейчас найду ещё свой эфир. Сейчас, секундочку. И, да, значит, да, чистки на соках. И расскажу про свою антипаразитарку. Ага, так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Я, вообще-то, записала все свои отчёты с моими чистками на YouTube. Но так как Instagram как-то очень плохо конвертит, показывает видео Instagram TV, поэтому... Так, что-то я в компьютере не вижу своей трансляции. Странно, странно. Так, да, что я там говорила. Что, да, почему-то Instagram TV очень плохо ранжирует мои видео, поэтому я решила запустить прям прямой эфир. Так, тогда читаю ваши сообщения отсюда. Не показывают мой прямой эфир в компьютере. Ну ладно, ладно. В общем, значит, провела я чистку на соках. Моя традиционная чистка... Да, провела я чистку на соках. Это было в конце августа. И соковые чистки я делаю уже года с 2015-го. И кто давно со мной, кто давно меня смотрит, знает, что это моя одна из любимейших тем. Это именно из всех чисток многочисленных. Я прям все протестировала, которые только можно. Вот. Мне она больше всего понравилась. И у меня примерно... Я делаю чистку на соках примерно раз в два месяца. Провожу на ней неделю или две. И, да, ее сейчас я... Максимум у меня было три недели. Сейчас я провела неделю, но прям супер-супер эффективно. Значит, как я делаю? Я вначале... Конечно, я действую по ощущениям. У меня нет такого, что там я начинаю в субботу или в понедельник. Я чувствую, вот когда... Ну, как бы время пришло, когда я уже наелась. Все, что можно. Мне ничего не хочется. И я понимаю, что, да, мне нужно почиститься. Мне нужно побыть на облегченном питании. Потому что тогда есть больше энергии, есть легкость. И какие-то новые идеи приходят. И я вообще просто обожаю это чувство. Вот. И я рассказывала в своих видео в ютубе, что раньше я в основном преимущественно делала чистку... Сейчас скажу. Преимущественно у меня были сладкие соки. То есть, наверное, 80% фруктов и 20% овощей. А сейчас... А сейчас я прям решила, что я буду 80% овощных соков делать и 20% добавлять фруктов. И у меня получилось, что я использовала свеклу, я использовала сельдерей, лист шпината или кейла, морковку и иногда яблоки или апельсины. И вот эта вот свекла, она настолько, настолько классно меня прочистила. Я даже покупала пакетик с сульфатом магния. Вот. Он мне не понадобился. Свекла действует просто отлично. И мне прям для ЖКТ, и мне прям очень-очень понравилось. Я прям в восторге. Вот. И да, я делала такой сок себе вот всегда с утра. И потом... Иногда я соком заканчивала. Пью я примерно 2 литра сока. Это если учесть, что я его ещё разбавляю водой. Где-то примерно 2 части сока и 1 часть воды. Вот. А на вечер я делала себе либо сок, либо какое-то из... На выбор ореховое молоко. Раньше я делала из миндаля. Мне нравилось. И из абрикосовых косточек. И из... Я из... Так, сейчас кедра. А сейчас я решила сделать акцент на конопляном молоке. То есть покупала себе семена конопли. Они, кстати... Ну, они без канабиноидов, естественно. То есть это пищевые. И я делала себе молоко из вот этих вот семян. И оно значительно легче, чем ореховое молоко. Зачем я добавляю молоко? Потому что когда я на фруктах, на соках или на овощах, у меня начинает сильно сохнуть кожа. Молоко в этом смысле помогает. Но не прям на 100%, но реально помогает. И без никаких чисток кишечника специальных, без кружек СМРХ, без гидроколонотерапии, без ослабительных, без сульфата магния. Вот именно на такой свекольно-сельдереевой чистке я провела неделю. И мне прям очень понравилось. Действительно, мой этот метод эволюционировал. Конечно, я должна сказать обязательно дисклеймер, что такая чистка, она не для всех. Но я из многих-многих перебирала. Всё на себе попробовала. Уже сколько лет в этой теме? С 14-го года. Так что, да, мне прям очень помогает. Ребят, напишите, пожалуйста, в чат. А то вы сидите меня слушаете. Как вам, проводили ли вы соковую чистку? Как вам эффект? Понравился или нет? Может быть, у вас есть какие-то вопросы по поводу соковой чистки? И я перейду дальше, потому что я сейчас начала... Я после этой чистки на сыроедении. Вот, это значительно проще и лучше. И я сейчас провожу антипаразитарку. Так что расскажу ещё чуть дальше. Напишите мне в чате, что вы проводили ли вы соковую чистку? Как она вам зашла, не зашла? Насколько нравится, не нравится? Так. Сколько дней у меня длилась чистка? Неделю. Безопасно? Ну, я не могу сказать, что это 100% безопасно. В зависимости от того, в каком состоянии здоровья вы находитесь. На каком вы типе питания. Вы же пьёте ли вы соки. Как у вас ЖКТ. Потом. Все вот эти вот чистки, они могут дать эффект прям сильного прочищения. В зависимости от того, насколько ваш организм зашлакован. Так, нет, ещё не проводила подобные чистки. Но меня с чего лучше всего начать? Попробуйте с одного дня. С одного дня и с каких-то не сладких овощных соков. Так, меня есть на ютубе такая девушка, но она перешла в эзотерическую тему сейчас. Ну, уже достаточно несколько лет. Вот она меня мотивировала ещё в 15-м году. Она на ютубе рассказывала про вот эти соковые чистки. И прям у неё глаза светились. И действительно, это классная тема. Я тоже попробовала. Вначале мне было тяжело. Я там не могла выдержать и одного дня. Это несмотря на то, что я уже была на сыроедении. Вот. Но потом постепенно. Там день-два, потом три, потом пять. Потом вышла на неделю. Потом десять дней. Вот максимум у меня был три недели. Стоит ли консультироваться с врачом? Ну, знаете, вот блогеры всегда говорят, вот такой вот дисклеймер, что вот перед этим проконсультируйтесь с врачом. Да, это нужно, но надо понимать, что врачи, они, как это сказать, у них прошитый мозг под определённую систему, под определённую матрицу. И не факт, что, ну, что их мнение, как это сказать, оно соответствует тенденциям сегодняшнего дня. Да, соки я разбавляю, как я уже сказала, где-то примерно две части я беру сока. Вот, например, допустим, две таких чашки. И на две таких чашки я добавляю одну чашку воды. Так, и я, кстати, по поводу антипаразитарной чистки, а так, сейчас скажу, Марина спрашивает. Марина говорит, проводила условное голодание по марвеогоням и с восьмого дня добавляла сок грейпфрута, арбуза очень понравилась, эффект ошеломляющий. Да, сок арбуза классный. Я тоже делала себе соки арбуза, мы что-то в этом году очень мало покупаем арбузы, потому что что-то после них как-то плоховато. Хотя предыдущие годы, я не знаю, может быть, в этом году они больше химичат. Мои любимые сочетания в соки. Мне очень нравится, чтобы там была кислинка, поэтому я добавляю лайм. Мне нравится, чтобы там было немножко сельдерея, чтобы это было, там, допустим, яблоко плюс морковка или апельсин плюс сельдерей плюс лайм. Ну, в общем, у меня, нет, моно я практически никогда не пью, но в этот раз я делала себе вот овощные соки, добавляла много свеклы, много сельдерея, много морковки, кейла, и получилась прям такая мощная прочистка. Для чего нужно разбавлять, чтобы не было в одном столько калорий за один напиток, да, и чтобы сок не был таким приторным. Ну, это уже мои вкусовые предпочтения. Вот. Дальше я перешла на сыроедение и провожу сейчас антипаразитарную чистку. Для тех, кто уже давно со мной и видели мои видео на канале, у меня есть видео, как я проводила чистку препаратами из iHerb, вот доктор Крёгер. И там ещё один препарат, но у них в основном это лист чёрного ореха, кассия, клевер. И здесь немножко другой состав. Наш состав, наш вариант состава это тройчатка, полынь, пижма, гвоздика. Мы, кстати, с Катериной проводили целый скайп-семинар по поводу антипаразитарки, там много разнообразных вариантов может быть. Но так как я не могу эти травы принимать именно без капсул, потому что у меня они вызывают именно рвотный рефлекс, я искала какие бы здесь травы именно полынь, пижма и гвоздика, именно русская тройчатка, потому что всё-таки эффект отличается. Я сейчас вам расскажу, как. Вот. Я нашла, это не реклама, я сейчас сама тестирую, я нашла вот на Озоне и на Вайлдберрис, называется антипаразитарный концентрат Алтайские традиции. Вот. Сейчас его пью и могу сказать, что он отличается от вот этого доктора Крёгера. Интересно, да? То есть много очень есть антипаразитарных трав. И вот нужно подбирать, которая тебе подходит, потому что вот это вызывало у меня достаточно сильную жогу, и действительно голодный желудок, и такое подавленное настроение. Сейчас, вот сегодня девятое, получается, сентября, я пью с четвёртого, и в принципе нормально. Здесь, кстати, я очень долго искала какого-то нашего производителя, чтобы не было там в составе всякой гадости. Вот единственный у меня вопрос к этим капсулам, насколько, из чего они сделаны. И если из желатина, то это, конечно, будет печально, потому что желатин делается из костей. Ну, мне там писали, я смотрела, что это там сейчас современный желатин, это вообще суперсинтетический продукт. И да, это будет печально, но в любом случае пока что вот за эти пять дней полёт нормальный. Мне нравится и нету изжоги, и нету такого подавленного настроения. Кстати, я ещё делала чистку лисичками. Я обещала снять видео, а потом я поняла, что мне даже и не о чем особенно видео снимать, потому что я не ощутила особого эффекта. Хотя я знаю, что многие в комментариях пишут, что там нормально, отлично и помогло. Но вот у меня вот такой вот опыт. Так, сейчас ещё раз попробую посмотреть на компьютере мою трансляцию, если она или нет. Так. Соковые чистки, это же не антипаразитарные, это разные вещи, но у меня тут целая, целая, моя годами наработанная схема. Так. Как подобрать пропорцию по вкусу? Ведь ингредиентов около 5-6, да, по вкусу. А как ещё? Нет, я ваша тётя. Слышали об американском антипаразитарном препарате Парауэйпэк. Как фармацевт и как человек, прошедший эту чистку, должна сказать, эффект бомбический. Нет. Я вот просто скажите, что там за состав. Я, в общем-то, предпочитаю, чтобы состав был максимально натуральный и максимально мне понятный. Вот. Поэтому я... Там есть, да, много разных вариантов. Я проходила и чесночную чистку, и чистку лисичками, и вот этими вот американскими препаратами. И вот сейчас, ну, считайте, тройчатка. Хотя тут больший состав. Ну, достаточно интересно на себе всё это исследовать. Но вот это вот питание соками мне прям очень понравилось. И у меня прям такая схема, что я вот, получается, в соки захожу с голодания однодневного, потом начинаю пить соки, потом перехожу на сыроедение. И вот сейчас провожу эту антипаразитарную чистку. Вот. И мне, кстати, очень-очень понравилось. Прям мы как раз, когда проводили на скайп семинар, одна наша постоянная участница, Фаина, она говорила, что она тоже на соках, тоже хочет хорошенько прочиститься, и потом пройти антипаразитарку. И вот мы с ней так синхронизировались, и классно получилось. И вообще, вот с таких чисток, вот если вы хотите перейти на сыроедение, хотя я переходила резко из вегетарианства, но у меня была очень сильная негативная мотивация. Так, так, так. Когда на соках воду можно тоже пить? Да, конечно, можно воды пить. Да, негативная мотивация в виде гастрита и разных заболеваний, но если вот хотите перейти на сыроедение, то с голодания, с соков и с антипаразитаркой значительно легче получается. Я сейчас, кстати, мы как раз с Катериной, может, посмотрели наш предыдущий эфир, и следите за моими постами. Мы очень долго готовили вот эти вот рационы. на 7 дней там есть по похудению, по избавлению от сахарной зависимости, осенний и летний. И вот я сейчас на осеннем рационе, потому что сейчас тыква, кабачки, скоро хурма пойдёт, мандарины. Так что там ещё я недавно себе тыквенный смузи делала, очень вкусно. И вот эти вот рационы, конечно, очень помогают. И я буду выкладывать рецепты из рационов иногда в сториз. Вот, может быть, вы видели нашу презентацию. Мы очень гордимся этими нашими, получается, уже 4 PDF-книги. 4 рациона на 7 дней. И хочу сказать огромное спасибо всем, кто, получается, в первый и второй день там было просто шквал сообщений, очень много покупок. Мы очень рады, мы знали, что вам это понравится, потому что одно дело, допустим, мы запускаем марафон, наш смузи-марафон, или там марафон по похудению, или свобода от сахара, там один раз в 2 месяца, в полтора месяца. А так вот эти рационы, они будут с вами, получается, всегда. И вот вы берёте, читаете их, покупаете продукты и готовите, и кушаете здоровую еду. В общем, это очень здорово. И тем более, что в этих рационах мы подбирали прям рецепты и все наши хиты, и добавили туда новинки. Так что надеюсь, что вам будут полезны эти рационы. Мы очень старались. Там подбирали картинки, делали так, чтобы вам было удобно и интересно. Это книги в электронном формате PDF. Четыре рациона на семь дней, в зависимости от ваших предпочтений. И купить их можно по ссылке в описании моего профиля. Вот сегодня ещё сохраняется акционная цена. Так. Что вы там мне пишете? Какое количество я имела в виду? Вы берёте сколько каждого ингредиента для сока на один день, чтобы сделать сок? Ну, во-первых, я делаю себе не на один день сок, а на один раз, потому что на вечер, ну, это единственное, что его поставить в холодильник, но я предпочитаю свежий. У меня есть видео на канале, введите в ютубе Юлия Леночкина сок. Есть там несколько видео, где я показываю, сколько там ингредиентов, потому что, ну, сейчас я не могу сказать, там, полкилограмма морковки, там, пять апельсинов и так далее. Это всё очень... в зависимости от того, сколько вы выпьете. Так, антипаразитарку. Сейчас покажу. Вот. Называется «Алтайские традиции». Вы оптом покупаете фрукты перед соковым питанием? Нет, и нет. Оптом я не закупаю. И намерена, потому что если закупаешь много, мы сколько раз замечали, то ты стараешься это всё побыстрее съесть, то есть есть большой риск переедания. Вот. Поэтому я стараюсь понемножку покупать. Так, ребят, наверное, я рассказала всё, что хотела рассказать, всё, чем хотела поделиться. Мне прям эта чистка очень зашла, очень понравилась. И я... И с неё очень... Значительно легче заходить на здоровое питание, потому что не хочется ничего тяжёлого, не хочется там хлебов и всякого... и всякого ненуж... всякой ненужной, неполезной еды. А плюс антипаразитарка, она подавляет вот этих всех микроорганизмов, которые навязывают вам своё желание, потому что они хотят своей еды. Вот. И в целом вообще очень классная тема. Я прям просто в восторге. Так. Сколько раз в день можно пить сок? Ну, я пью, наверное, раз в два. Вот. Два или три. Я на 100% сыроедение. Сколько времени? Ну вот, получается, с... Сейчас скажу. Ну, до этого я была на сыроедении, может быть, 90-95% сейчас. Прям... Наверное, кроме хлебцов, которые я показывала вам в сториз. Ну, это, можно сказать, 99% сыроедения. Ну, может быть, уже месяц. Ну, я так прям супер не... не обозначаю свои даты, но если учесть, что до этого было там 90-95%, то вот так вот. Так. Сохраню эфир. Пишите, если у вас есть какие-то вопросы. В принципе, это всё, что я хотела сказать. Рационы ещё можно приобрести по выгодной цене. Мы, конечно, очень гордимся нашим этим комплектом. Долго его делали, много очень старались, чтобы рецепты не повторялись, чтобы это было и что-то новенькое, и наши хиты туда добавили. В общем, так. Так-так-так. Скажите, пожалуйста, какие вы принимаете витамины, минералы, лицетин, омега-3? Я стараюсь максимально обходиться без всяких БАДов. Иногда принимаю витамины группы В, в том числе, В12. Дэни принимаю, потому что у меня нормальные анализы. То есть, сначала нужно сдать анализы, а потом уже смотреть, что принимать, потому что перебор это тоже плохо. Это точно так же плохо, как и недобор. у меня возникает сильный воспалительный дерматит на соках. Почему? Это может быть чистка, это может быть ваше тело, наконец-таки. Кожа это самый крупный наш выделительный орган, и если есть какие-то высыпания на ней, это значит, что она пытается вывести что-то очень сильно ненужное, и в том числе вот как раз на соках у нее появляется, у организма появляется возможность показать вам, что есть еще куда чистить и что чистить. Что вы скажете про заявление многих врачей, что раньше люди питались тоже одними фруктами и овощами, но жили в среднем 40 лет? Доказательство вопросительный знак. Соковыжималка у меня к Саоми, мы ее заказывали на Алиэкспрессе, но она не супермощная, то есть до этого у меня была Кинмикс, но там, к сожалению, спустя 3 года треснула чаша, вот, и Кинмикс была помощнее, да. Такая галина, такая сильная идет чистка, что просто невозможно держиться несколько месяцев, да, да, я вас прекрасно понимаю, но это тело вам сигнализирует, что там есть, что чистить. Дерматиты это 100% нужно делать среду кишечника значительно более щелочным, я вам очень рекомендую пить прям зеленые соки, есть каждый день, салаты есть, зеленые, естественно, с большим количеством зелени, проводить дни голодания, делать чистки кишечника, гидроколонотерапия и всячески его защелачивать, делать каши с семечками льна, с шелухой, этого, ой, сейчас скажу, с псириумом, в общем, чтобы хорошенько, хорошенько прочищать кишечник. у вас будет книга по очищению соками, у меня, у нас, когда мы раньше проводили марафон 14 дней умного сыроедения, у нас там была рекомендация по дням разгруза, голоданий, но есть небольшая такая брошюрка у нас в комплекте, в комплекте из 10 самых полезных книг. Я почти на сыроедении сильно похудела, как мне поправиться? У меня есть на канале видео о том, как поправиться на сыроедении. Спойлер, то, что вы похудели, это значит организм, значит, ему нужно было сбросить все эти запасы жиров со всякими токсинами, отложениями, чтобы поправиться, вы как хотите, жир или мышцы, я бы советовала, конечно же, мышцы, ну и, конечно, добавлять зерна, добавлять орехи, делать вот эти вот наши смузи-каши, смузи-боллы, добавлять туда зеленую гречку, лен, чия, делать себе, делать сыроедные хлебцы, то есть, делать пищу более энергетически ёмкой. Так, всё, спасибо вам большое, ребят, это такой короткий, небольшой, прямой эфир, надеюсь, что вам понравилось, и тогда спасибо вам всем большое, и до встречи!